Мы же можем обогнать секунды Улицу перекрыли, движение остановили. На открытие Дельфина собралось столько народу, что показалось, что вся Новосергиевка, бросив все дела, пришла к бассейну. Оно и неудивительно. Красавец-комплекс, долгожданный объект, гордиться которым стали еще до его сдачи. Пришлось по ходу пересчитывать некоторые детали, которые мы профессионально это видим. Там, например, фермы как обвязать. Все коммуникации сделаны специально и индивидуально под этот объект. Значит, и канализация, и котельная, и насосные станции. Все сделано под этот объект. 25-метровый бассейн на 6 дорожек, еще один детский поменьше, плюс несколько спортзалов и сауна. Новосергиевский многофункциональный спорткомплекс готов не только помочь новосергиевцам заниматься физкультурой и спортом, но и принимать соревнования самого высокого уровня. Бассейн шикарный, но он чуть-чуть нестандартный. Здесь дорожки хуже, чем стандарт. А так для района это просто шикарный бассейн. Я работаю в бассейне, у меня 5 дорожек. И как бы похуже условия здесь, посветлее, попросторнее. Новый ФОК появился в Новосергиевке не случайно. Соцпроект «Единой России» запустил процесс. И теперь новосергиевский «Тельфин» – первый подобного рода объект, возведенный в сельской местности. В Оренбурге нет такого. Следующее, вот над чем мы работаем, это вместе с программой и ГЧП, и партией, и Государственной Думы. Это построительство дворца водных видов спорта в городе Оренбурге. У нас областной центр не имеет такого. Не имеет. Вот эта задача номер один сегодня наша, чтобы в Оренбурге. И мы в этом году должны это строительство уже начать. На сегодня в области уже действует 34 ФОКа попроще. Настала череда строить подобные «Дельфину». Проект есть, дело за средствами. А пока область готовится к запуску очередной программы по развитию массового спорта. Был на совещании в Госдуме, где проанонсировали запуск программы по реконструкции и строительству сельских школах, спортзалов. Мы в число 40 регионов вошли. И этот старт будет дан в зависимости от того, сколько будет финансирования. Но уже в этом году, к первому сентября, мы увидим действие этой программы. Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня. Новости дня. Продолжение следует...